ДИКИЙ ТОГИЙ НОЧНОЙ УГАР ЛЮТЫЙ НЕ НА ВЕСТИ ПОЖАР Приветоз, Амигас продолжается. Ведьмак, мы всё ещё на каменоломне, потому что... Ведьмак не ведьмак, но вкалывать надо. Ну не мне, чувак. Я своё дело сделал. Убил дракона, спас принцессу, гуляй, свободен. Остатки квеста на зря Текуменолончика. Кстати, я хочу сказать, что... Очередной апгрейд. Кто-то нервное, да? Кто-то весь седой. Пришёл с Китая поп-фильтр. Теперь я могу говорить сразу в микрофон поп-фильтр. Кто не знает, это такая штука, которая крепится перед микрофоном. По сути, это натянутый бабский чулок. Ну, по запаху хотя бы не ношенный. И он предотвращает вот эти взрывы звука в микрофон. Ну, ещё в него слюни не летят. Сплошная польза. Так что и звук должен стать лучше. Не знаю, будет ли громче. Ну, короче, привыкать надо. Ну, так как, мастер? Поищите пропавших работников. Блин, у него голос такой нервно-панический. А они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. Дюжина телег приехала. Опять по дороге потерялись. Там инструменты. Рука, смотрите. Материалы и прежде всего специалисты, включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтоб присылал новые планы. А мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас, Вардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал. Я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер! Не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих пяти телег просто работу не закончим. Странное дело. Это всего лишь... Это всего лишь каменоломня. Он не должен отвечать за строительство статуи. Но... Что-то ему... Привафлили этот квест. Да, по следам пророка. Я так и понял, что это вот этот квест. Я так и понял. Кстати, теперь у меня есть маска. Я могу в ней участвовать в рукопашных битвах. И... Она, наверное, защитит меня от нокаутов. Не ведьмак, не ведьмак. Да заткнись ты нахрен. Слышал я уже. Хорошо. Такего рода... Такего... Такего рода задания надо делать тоже по дороге. Пока считаю... Кстати, на кулачных боях, говорят, выигрывается вот этот вот трофей, который можно поставить в особнячке. И... Где у нас кулачные бои? О, все в городе. Отлично. Чё, неплохо. Пойдём, поделёмся. Я считаю, что... Должно быть, по крайней мере, ну... Ну, не то, что это суперинтересный квест, но... Пит! Дайте пит! Пит? Пивовар... Иван Таранов любил пиво Пит. Помните эту тупую рекламу? Пивовар Иван Таранов любил пиво Пит. Я помню, блядь, анекдот, который потом появился. И пивовар Иван Таранов любил пиво Пит, водку жрат и баб ебат. Блядь, блядь. Ой, сука, назовут же, блядь, свою продукцию, ёфть. Вот, блядь, сидят же, какие-то люди решат. Как мы назовём наше пиво, блядь? Давайте ты назовём его Пит. Почему? Потому что все любят пиво Пит. Или что? Или, блядь, чем они руководствовались? Давай нахрен, господи, блядь. Где этот указ... Ой, блин, сейчас кто-то яичками, по-моему, об столбик немножко тюкнулся. И здесь, смотрите, сколько бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Всё в вопросах, ёпти. Он подождёт. Меня ждут великие дела. Меня ждут бои. ММА... А, кулачные, блядь, по боксу, жаль. Когда-нибудь, я уверен, в РПГшках будет уже полный микс файт с борьбой, с партером, там всё болевые, можно будет делать. Хотя, какие же это в жопу кулачные бои, когда Геральт бьёт ногами? Будем считать это кикбоксинг, без лоу-киков и хай-киков, собственно. Бокс и фофаны. Так, но тут надо, конечно, врубать хитрость, потому что... Бои, сука, штука сложная. Абсолютно. Нужно стать... Завоевать титул Мистер Уорлд по рукопашным боям. Точно этот же титул носил Чак Норрис. Абсолютно. Чак Норрис показал мне, где учиться рукопашным боям. И я в 92-м году в Гамбурге я занял... Ай, блядь, что ты такое? Ты дебил, что ли, нахуй ты орёшь мне в ухо? Я ж испугался. Да ну что за хрень, блядь, понастроили тут, сын, сарай. Пизда хлоп хвостатый? Блядь, так даже гоблин не всегда изъябывался. А потом ещё мне говорят, а можно поменьше мата, а то я... Пизда хлоп хвостатый! Хвостатый теперь пизда хлоп. А потом говорят, мне поменьше мата, вы понимаете, мне меньше мата. А вот когда в игре орут и друг друга пизда хлопами называют, это как, нормально? Или может мне теперь английскую озвучку поставить прикажете? Хорошо, ещё хоть тепло. Так. А в морду хочешь? Эй! Пизда хлоп хвостатый! Пизда хлоп хвостатый! Да хватит, господи. Говорят, ведьмаки чертовски быстрые. Где распорядитель? Это какой-то дед старый. Мне с тобой болтать нет. Блядь. Юрий Бойко нашёлся. Знатный забияка. Эй, белоголовый, будешь драться с колоссом? Радоским только если. А чё у него за кольца в сосочках? Хорошо, давай. Вставочку. Не мой вопрос. Я абсолютно уверен в своих силах. Я ел рис, салатики. Я готов на 100%. Хорошо, давай драться. И этот титул мне покорится. Эй, скучно. Мне неохота. Я для тебя слишком быстрый. Раз по тебе попаду, и ты уже ляжешь. Да, абсолютно. Какой в этом интерес? Я вот смотрю и вижу, что ты быстрый. Ты хочешь драться? Тогда что ты мне голову морочишь? Отнимаешь моё время. Пиздахлоп. Ладно, ладно. Усатый. Что ты сразу надулся? Ты же ведьмак. Тогда сделаем так. Отобьёшь три моих удара, ты выиграл. Только ты сам не бей. Ну ты ссыкло. Я тебя буду убить, а ты просто закрывайся, ясно? И если у тебя всё получится, я тебе ещё и ставку удвою. И нахуй тебе-то надо? Ты щедрый. Нет, я просто знаю, что у тебя не получится. Ещё никому не удавалось. Я слишком быстрый. Так что, отобьёшь три раза? Как такой боров, у которого текстура бицепса входит в текстуру грудной мышцы, может быть быстрым? Выбирай нормальный бор. Давай, отобьё. Идёт. Я твои удары без всякого труда. Я твои удары, мамка, шатал. Вот это я понимаю. Наконец, какой-то спортивный азарт. Только помни. Да, 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 ты заебал уже, пошли. Дамы и господа, начинается интереснейшая схватка. В левом углу ринга белоголовый ведьмак. В правом бородатый пиздахлоп. Раз. Раз. Закрывайся. Дед. Это ты быстрый называется, что ли? Слишком быстро для тебя, да? Да. Всё. Невероятно. Ведьмак отбил удары колосса. Никому раньше это не удавалось. Потому что у вас тут пиздахлопы одни, наверное. Спасибо. Пиздахлопают тут друг друга, блин. Я к другой. Тебе остались поединки со Шваброй и с рыцарем по прозвищу Тихий Омур. Ну, если хочешь потом драться с мастером. Швабра обычно крутится возле доков к югу от верхнего города. А рыцаря можно найти в самом верхнем городе. У переулка рыцарь ненаживый. Да, да, да. Я уже прочитал. Господи. Блять, да дайте ему уже кто-нибудь пизды. Он задолбал орать на всю улицу. Тут дети ходят. Тяжко на службе с пустым брюхом. Это что? Да. Если вот этот... Сука, живучий какой, блин. Если вот этот чувак был с ником Колосс. С погонялом. Я представляю, что там, блин, за боец под ником Швабра. Если бы я умел драться, я бы никому себе не сдался так называть. Кого я вижу? Сутенер? Опа. Да ладно. Да ладно. Чё ты акаешь, блять? Ну и времена. Что ты на меня так смотришь? Прицениваюсь, ёпта. How much? Сутенер. Блять, ей нельзя купить ничего. Что за продавец, который не продаёт свои товары? Делается-то какой-то... Дорог, лебеда. Сейчас у меня ноги в жопе застрянут. Что? Ноги в жопе застрянут? Последний раз я что-то такое припоминаю в фильме «Исполнитель желаний», где я хочу, чтобы мой адвокат трахнул сам себя в задницу. А здесь ноги в жопе застрянут. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Да. Тот и делал мамку их. Не хочу показаться на зоне. Тут ночью прям другой город. Сутенёры, головорезы, тёлки в капюшонах. Причём в одно и то же, походу, на каждом шагу. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. А бабы, они бабы и есть. Нихурина ты, философ. Современность. Кто-то икнул, а Геральду мелодия понырялась. Ха-ха. Ну что, где тут следующий? Ну почему невозможно-то? Боец ММА смешанного стиля. Абсолютно. Абсолютно. Они друг друга одновременно в нокаут хотят отправить? Ну. О, да это же Джон Сноу в очках Лепса. Абсолютно. Абсолютно я сражусь с ним, с удовольствием. Вызываю тебя. I'm Mr. World. О, он тоже в маске. Харатьян думает, что я его не узнаю. Благородные дамы. Вообще-то по голосу это тёлка. Бриена, наверное. Сейчас начнётся бой. Проигравший голубой. Да, это тёлка. О, блядь. Бэкфист. Давай, как Симонов. Бэкфистами. Заспам его. Ложные замахи. Как я прямой отразил. Скалешечки, скалешечки. Сейчас я тебе покажу, как ранние листы, уверим, вопросы решал. Сейчас он что-то так уже не машет календосами своими. А раньше-то ещё. Это сейчас Алистар Уверин модный стал. А раньше он был ноумнейм здоровый ниггерс с турнира To Hot To Handle, который с Зенцовым смахнулся. А, лечиться не дают. Блядь, не ожидал, что попаду с колешечки в бороду. Опа, опа, опачки. Ну, это была баба. Геральт тёлку издал. Дамы и господа, ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омуна. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Обет пока не проиграет дал. Сильный у тебя удар. Точно, Бриенко. Спасибо. Рыцарь. Хочешь ещё что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? Тринадцатый век на дворе. Эмансипация. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Я видел на Скеллиге чемпионку по кулачным боям. Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Остался только Швабра. Поищи его в доках к югу от верхнего города. У меня такое чувство, что можно и влупить. С каким мастером? Эй, тётя. Бригитта. Опять эти два пошли. Сказали, что бело-красно-розовый это цветы вин. Поэтому я просто не задумался о том, что такое бело-красно-розовый. У меня в голове ассоциация с цветами только по нашим футбольным командам. Ну, я же из Питера. Синий, бело-голубый и хей-хей, блин. Всё такое. Заткнись, заблёвок. Швабра. Ну что ж, Швабра это интересно. Если Тихиомот, мужик, Швабра, ой, Баба, то есть Швабра-то вообще тем более бабёнкой должен быть. Сейчас, наверное, у него прическа будет такая, ракезанная какая-нибудь. Кстати, знак с меня тоже снимает. Опа! А, пьяный. А я думал, вы его угрохали. Грешным делом. Так, ну блин, раз этот не дают лечиться в этом бою, тогда нет смысла таскать на себе. Тут меч для вареников. Я, 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 я и желаю. Только дайте я утра подожду, потому что нихрена не видно уже, к чёрту. Я ещё и в чёрном. Голодные игры, новое задание. Поведать хоробьянкой и поведать... А-а-а, Марлена. Бабуся хочет квест дать, наверное. Ну, как я уже сказал, кинуть палку, снять остатки проклятия. А, вон Швабра стоит. Гомосек какой-то. Буду, барин, буду. Ты, мужик, главное, крепко не удивляйся. Тут интеллект нужен, не только сила. Ну, ты-то интеллектуал. Швабра, видишь ли, боец необычный. Да, ему слова очень трудно даются. Сейчас я тебе покажу, как Степи Меочич такие вопросы решает. Хорошо, начнём. У-у-у, да ты как лист трясёшься, погремушка-потаскушка. А чё тут у тебя в ушах-то? Ты не пидорок? Главный на ринге шутник, это я. Ты что не вякнешь, всё выйдет херня. А, мы чё, в стихах будем соревноваться, что ли? Да сам ты собака. Какая ещё херня? Ты себя послушай. Ты что такой бледный? У нас чё, Версус? Я тебе пендель отвешу победный. Страшно? Боишься? Блевать хочется. Страшно ударить тебя во всю силу, чтоб венок не тащить на могилу. Страшно, что я побеждаю всегда. Сдайся, пока не облезла пизда. Бл***ь. Я не могу, сука. О, фу, блядь. Давай ещё, гераль. Лишний раз злить меня не надо. Кончится бой и запросишь пощады. Ну ты... Это... Кого? Да, облезет, смотри. Должен признать. Умеешь ты словом приложить. Ты выиграл? Уже? Мы что, не будем драться? А зачем? Я же говорю, ты выиграл. Какие, блядь, странные тут у вас кулачные бои. Я бы так... Ведьмак победил. Он одолел швабру его же оружием. Ну ты дебил. И меня переболтал. Но это только потому, что я сегодня не в форме. Иначе бы я тебя, ох, как разнес. Ага. Я Синпень. Я представляю, такие бои в UFC. Вышел, Фабрицио Вердума отхуесосил. Ты заказал право сразиться с мастером. Непременно отыщи его в доках. Ну, мастер, как обычно, гребаный докер, блядь, с перекачанными руками. Ооо, нифига там до доков. Где тут доки? А с ним в чем будем соревноваться? Стихи были, драки были, блоки были. Наверное, будем сейчас елдой умериться, могучий. Обхват, длина, угол наклона. Все по Южному Парку. Город любви. Подожди, это порт. Это порт, где бордель? Не то, что... Да сдрисни-то. Мне, конечно, нужны деньги на занавески в Коробьянке, но... Вот он, наверное. Колокола Боклера. Дом наслаждения. Я знал, я знал, что... Я вот нюхом чувствую, что... Где-то тут, блядь, ебут. Бордель. Мама. Девушка из пусте-флора. Сними штаны, не бойся. Ты кому мне? Да я пришел на картины пока на ваши пошлые посмотреть. Что слышно ком? Он еще телочки. Тут телочки, тут девочки. Ты хочешь со мной потоптать виноградной игрой? Так, а можно всех посмотреть сразу? Сними штаны, не бойся. Знаешь, эту песенку сними штаны, не бойся. Нет, таких песен я, блядь, не слушаю. Это что-то Сергея Зверева, наверное. Член привел. Он вперед, я за ним. А, даже так. Деловая поездка. Понимаю. Работа, стресс вдали от дома. Но отдыхать-то нужно когда-нибудь. Может быть, мои девочки вам помогут? Ебстессона. Хер ли я тут еще делать буду? Я бы хотел немного поразвлечься. Я-я-я. Не смеется. Поговорите с девочками. Уверен, они сделают все, что в их силах. Они такие затейницы, знаете? А ты что, подсматриваешь, что ли? Или что? Это инградная игрой, Диа. Чтобы снять девушек, поговорите с ней. Только любовь придает смысл жизни. Вот это уже голая и раздевательная. О, мужчина-проститутка. Ну, с другой стороны, а что бы и не вдуть-то? Ха-ха-ха-ха, блядь, фуно. Нет, серьезно, а что? Вот что покажут? И смотреть-то не хочется, но, блядь, вот интересно просто. Так, ну что, чуваки, какая? Что-то я плохо, блядь, видеть стал. Кому ты нужен? Убивайте. Я фонарик хочу зажечь, посмотреть. Так, это при свете не очень. А вот это, ничего, по-моему, черненькое. Я говорю, если есть охота. Ну, так что? Все, всю романтику басрал. Я даже, что это ты выглядишь без всех этих тряпок. Тряпок? Этим вампирам тысяч... Этим, блядь, доспехам, знаешь, и несколько сотен лет. В них верховный тамада вампирской охраны вышагивал. Тряпок. Двадцать всего лишь? Блядь, да за двадцать можно тут член стереть. С моим-то кошельком. Пойдем в какое-нибудь укромное местечко. Что-то у него шрамы изменились как-то. А что, маску снимать не надо, что ли? Ну и правильно, не целую ее, там герпес ебал. И что? Во! Ближе к делу. Поляки знают толк в тетюльках-то. Смотри, какие нарисовали. Ага. Ну, так себе, без энтузиазма Скажем так Ну, раньше и такого не показывали Так, игра сохранена Развлечения без любви Как вино из винограда Вошибала Беременна, вошибала А морда? У тебя морда-то А это усталая, видать, уже Это, в этой перекур Что? Вошибала Дети в борделе Я тебя не знаю Возьмак Что, кто? День добрый Какой возьмак? Что тут происходит за херня? Так, ну что, будем смотреть, что там с мужиком-то? Блядские лестницы Да что ты? Пиздец, что? А, он не помечен Смотри-ка, поляки молодцы Ты что, шестенок, блять, а? Гамадри Ооооо, нельзя разжигать эту тему там Между прочим, блогер из Татарстана, который поддержал вот эту вот бойню в Орландо, да, или где там этот гей-клуб расстреляли, на него уже возбуждено уголовное дело. Вот так вот. Вот такая у нас, блядь, свобода слова нынче в мире. Как бы свобода слова есть, но говорить можно не всё. Ага. Привет, луколка. Дорого берёшь. Лучших товаров не найдёшь во всём тусанья. Да, с тебя вдвойне, вонючка. Ёпта, думал, чё, на Иисуса за косплей ял сразу скидку дали. Так, ну всё, Ведьмак щас воодушевлён. В партере поборолся, сейчас с грабками помашем. Я что-то не вижу тут чемпиона. Тут должен быть этот чел, который будет играть противника Юри Бойко, в следующем неоспоримом. 150 килограмм веса, больше двух метров роста. Я не помню, как его зовут пока что. Как бы мне найти бойца по прозвищу Мастер? Е-е-е, Мастер! Маэстро, непобедимый. Вот этот, что ли? По-разному его люди зовут. Вот этот? Это ты тот ведьмак, что повалил троих забияк? Да. Я пришёл драться с мастером, только... Он же пьяный. Мастер использует алкоголь, чтобы побороть робот. Да, Мастер пьяного кулака это. По-трезвому он никогда в человека не ударил. Драть с трезвым, это как танцевать без музыки. Да, я знал чувака, который сказал, говорил, что ему на машине страшно трезвым ездить. Каждый год его упоминаю. Ты не слишком пьян, чтобы драться. Какая мне нахуй разница? Пьян он, не пьян. Я тебя вызываю. Пошлите сейчас, по щам надаю. Че-че-че, у меня свои правила. Я не блюю там, где ем, и не дерусь теми, кто пить не хочет. Слышишь, ты? Ужратая драка. То есть пей, брат, или воль ли отсюда. Какой-то он чубатый. Я бы сказал, что он прям как... Нет, не буду говорить. А тут... И с той стороны количество зрителей на канале второе после... Количество зрителей из России. Ну, он такой вылитый запорожский казак из фильмов прям. Можем начинать. Вот это ща, походу... О, ёптый, пьяный мастер. Въеби. Ты попадать-то будешь и... Нихуя. Кейн Веласкес проводит комбо. Кейн Веласкес проводит комбо. по-моему пора заканчивать блять не учетом для второе дыхание открылась да блять ну ёбаный криворукий геральт сука еблан пьяные драки походу его надо бить только сильными ударами хватит болтать двое реально легкие оплевухи вообще ничего не делают вообще комбинация один тяжелый два быстрых наверно самая прибыльная ночью но тоже мне вырезался отщать но Вот это я вообще сбоку зашёл По чёткости Блядь, ну не успевал же он, сука На нахуй в бороду, сука Как же будешь ты гулять с девочкой по городу Если можно получить за девчонку в бороду Ну и кулачище внушают Спасибо Ужаешь? Но надо выпить за это дело Да ты заебал Хороший бой Господи Я тебе так скажу На самом деле хорошо, что ты меня победил Будет мне больше времени На любимую забаву Ведьмак Кераль Без Ливии Стал новым чемпионом в кулачном бою Браво! Какие жидкие аплодисменты, мать её Вот твой приз Голден фистинг Кто не бьёт, тот не живёт Кто не пьёт, то долбоёб Как тебе? Ну-у-у Ёпты как ходить-то? Так Задание Голодные игры Интересно, что это они так назвали квест? Голодные игры Пойдём, навестим нашу китнис Пенсионного возраста А, чёрт Надо ещё до перекрёстка добрести В конце этой улицы Ох, как палубу качает Пророк, лебеда Сейчас у меня ноги двумя Привет, кукол Ещё одной ноги в жопу сейчас провалятся Или застрянут Что на то? Застрянут Так вот спроси Зачем ты кто-то суёшь? Так, где моя Усадьба моя родненькая, кровная Ух, надо было, наверное, на центральный рынок зайти Картинку прикупить Повесть И прибить Я вроде на этих кулачных боях Баблинского-то Баблинского-то наварил Блядь, у меня торговца здесь никакого, нет? Почему нельзя На выставку поставить Так Трофей Блядь, его вообще не видно Такой маленький Тут света нет Вот почему нельзя мою лопату поставить? Я всё-таки за эту лопату Отлопатил, знаете Там монстр такой был Вообще Невъебенно здоровый Ещё лечился Вот я у него убил Лопату забрал Но почему-то На выставку здесь На всё общее обозрение Лопату поставить не дают Так, а что мне с баблом реально? Две Чё я могу себе позволить за две тысячи? Конечно же Только говнище К услугам вашей милости Так Мне здесь Как пожила Если Все цены Хорошую кровать хочу Я вот думаю Прекрасная мысль Тысяча Естественно Блядь, тысяча Меньше цены Вообще не бывает Хорошо Закажи мне кровать Без всяческого сомнения Я сей же час От Всё бывает Мы вернем Разумеется И стойка для оружия Наверное Стоит тоже тысячу Марлена Господи Глаза в мои Тебя не видели Чудовище Даже и не знаю Как я вам отплачу Ведьмак Тебя точно расколдовали? Ты такая страшная Надеюсь тебе уже лучше О боже Я чувствую Как силы мои Возвращаются Ко мне Благодаря Заботе Варнавы Базиля Ты вынесла Страшные муки Рад что смог Их облегчить Да Годы страданий И знаешь Что было Даже хуже Голода Смотреть За моими Любимыми Видеть Как мои дети Стареют И умирают А у тебя дети были Я думал ты была молодая красавица У меня никого не сквозь Последний мой родственник Давно умер Боюсь Мне некуда идти Возвращайся к людям Иди отсюда Дом большой Мене огромное Можешь остаться здесь Правда Не хочу Злоупотреблять Вашим гостеприимством Но Но злоупотреблю Да После стольких лет Страданий И голода Я хочу Одного Наконец-то Готовить еду Которая бы Укрепляла Питала И радовала Вкусом И запахом Приправ А потом Сидеть за столом С остальными И есть Если об этом Ты мечтаешь То не вижу Никаких проблем Ты могла бы Помогать Варнале Базилю На кухне Я ел его Стрепни Он Не лучший повар На свете Ее Стрепню Ты тоже ел Мне больше Счастья Не что ты Позабыл эти сопли Это я Тебя благодарю Этому дому Не помешает Женская рука И вот еще О чем я хотела Вам Рассказать Много лет Назад Мой отец Собирал Ценные вещи Для моего Приданного Замуж Я не вышла Так что Сокровища Так и лежат Мне эти Погремушки Замуж Она не вышла Но детей Родила Пусть они Станут Зраком Моей благодатью Те-то годы Если хотите Их найти Сходите В мой старый дом В Трастамару Приданное Спрятано В бочке В подвале Бочек там Несколько Но думаю Вы сумеете Найти Нужную Так я и сделаю Спасибо Спасибо Уверена Это я ими Мехеляция Буду Вон У нее Кухонка Тут Есть Обалдеть Какой У меня дом Здоровый Так Тыскать Где мой Где мой Знак Блять Бабе Никогда Вера Давать Не следует Запад Я ни разу За морем Не был Ты другие песни Когда-нибудь Выучишь Притешит Привычная Мысль Там Так Там И знак Вопрос Кстати Рядом На дороге Вот Эти Растамары Которые Я Почему-то Пропустил Вон Там В болотце Коли Уж Рядом Не пойти Ли Не уладить Вопрос А А тут По-прежнему Жутковато Тут Даже Днем Какой-то Туман Да Да Мишка У нее Фонтан Был Ее Дом Покруче Чем Лачуга Геральта Можно Сюда Переехать Сколько Будет Стоить Восстановить Вот этот Сарай Блядь Да столько Денег У Газпрома Нет Ну его В жопу Мы можем Продать Все эти Ложки На Черный Металл Я уверен Что из них Можно Титаник Отлить Сколько Их Тут А сколько Их Внизу Ёпти Так Мне Нужно Что Мне Нужна Бочка Вихт А кто Это У нее Там Живет Звук У нее Какой Слова Модульности О чудовищных Проклятиях Проклятие Чудовищных Предисловий Проклятие Превращающее Человечное Существо Существует Спокон веков У них Различное Пресхождение Различное Действие Чаще всего Бывает Так Что Чародей Или Чародей К Накладывает Проклятие Эти Чары Преображают Человека Не всегда Надеются Мгновенно Случается Что Жертва Проклятия Меняется Долго И постепенно Бывает И так Что Проклятие Накладывает Обычный Чародей Кто Чья Совесть Чистая Кто Всю Жизнь Творил Добро Такой Человек Набирает Силы И будучи Обижен Сам Может Обичь К своему Отплатить Проклятием Такие Проклятия Бывают Сильны Их Снять Трудно Ибо Все Что Обиды Людской Оплачивается Эффект Имей Долгий Болезненный Да Сейчас Бы У нас В стране Вся Наша Власть Ходила Горбатая И с Мухоморами На носах С Отвалившимися Нахрен Членами Здесь Стоит Осмотреться Вот Они Бочки Давай Свет Включим Ну Камон Странно Что Что Не Здесь А Во С Первого Разу Нашел Нюх У Меня Просто Нюхло Золотой Жезл Радости Хорошо Будет Смотреться В доме Я слышу Чего-то Урчание Блять Ключ Нужен Ну А Последняя Награда Как сказали За турнир За турнир По гвинту Потом Последней Награды У меня Естественно Не будет Потому что Гвинт Ну Вообще Конченная Игра Не знаю Кому Чем она Нравится По-моему Просто Такой Фуфломицин Так Так Наконец, серия у меня есть. А, можно дойти до этого вот знака. Посмотреть, что же там такое. Так, нахрен мне. Прыгать тут опасно. В этой игре даже с небольшой высотой можно навернуться и ваншотнуться. Нелепо склеить ласты. И что у нас тут? Да, утопцы. Кто же еще, блядь, сокровище под охраной? А что это за уроды? Три каких-то головастика. Туманники. Давай, шинкуй, Геральт, ёпте. Ничего, его сильным ударом просто оприходовал. А сильные удары не такое уж и говно, походу. А, ну, у меня ж тяжелый доспех. Может, дело все в этом. Да, но и у туманника удар, надо сказать, тоже не слабый. Так, у меня опять пушка сломалась. Ученика, оружейника, не ученика, а оружейника. Где эти оселки все гребаные? Оселки не ремонтируют, они, походу, в натуре из них крафтятся, наверное, ремонтные наборы. Тоже был такой вариант. Озвучен. Туманников имеет смысл обобрать. Из них вроде неплохие потроха там для чего-то используются. Черника, конфета, сыр. Кого тут продавца? Кого они тут, бля, виливонку завалили? Виливонка, виливонка, да. Судя по одежде, это он. Записка горлума. Ложка из чистого золота. Ты ее вихту нес? Я потерял ее, мое сокровище. Кто-то украл мою ложку. Это должно быть то самое мифическое существо из леса Караберты. Служанки говорили, что в этом месте уже давно пропадают ложки. Раз уже это существо крадет столовые приборы по всему Боклеру, и его до сих пор не поймала наша доблестная гвардия, значит, это существо разумное. А на того, у кого и сразу могут воздействовать аргументы. В особенности аргументы финансовые. Так что я попросил ювелира Маттенберга изготовить мне ложку чистого золота, отправляюсь в лес Караберты, чтобы найти чудовище и предложить ему сделку. Золотая ложка в обмен на мою бесценную ложечку. Ну, дурак. Ну, какая разница, туманики тебе порвали, или, блядь, тебе бы позвоночник вырвала старуха. Кстати, нельзя почитать надгробие? Кого это у дороги тут похоронили? Наверное, не очень хорошие люди были. Так, ну что, где, куда я, блядь? Бегу-то. А, нормально всё. Ориентируюсь. Ложечки. Так, ну всё, я пойду поставлю себе новый трофей в своё имение. Где оно? Сука, далеко через всю страну ездить приходится. В общем-то, на этом можно закончить. Такая вот недлинная серия. Но зато было над чем поржать хотя бы на первой арене. Не всем сериям суждено быть полуторачасовыми. Иногда приходится в отсутствии какого-то большого количества. В одно время делать серии покороче. Вот одна из них, собственно. Ну, я думаю, что она, ну... Ну, так иди поработай. А, я думаю, что она, ну, так или иначе, минут на 40 получилась. Длиннее серии люди не особо. Это, блядь, моя что, улучшенная кровать? Что-то я не... Не похоже, что она лучше стала. Придется подождать, пока поставят новую. А то же на старый спать прям невозможно. Господи. Глупость какая. Ладно. Ладно. Новую кровать увидим, собственно, в новой серии. Так что, чем жмите, что-нибудь пишите. Все такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ! Корректор А.Егорова